Я исхожу из того, что нам не надо и бизнес убирать, мы можем оставить содержание дорог. А вот ремонт, высокотехнологичный ремонт, снятие покрытия, применение уже асфальта нового поколения, тот, который применяется на высокоскоростных магистралях, на магистралях с повышенной нагрузкой. Я полагаю, что мы, наверное, эту работу доведем до правильного развития. И к началу сезона дорожных работ мы это ГБУ создадим в Тверской области и в городе Твери. Создадим на базе наших оставшихся, к сожалению, государственных предприятий, которые занимались дорожным строительством и ремонтом. Но, я думаю, сделаем так, чтобы не потерять бизнес, разделим основные какие-то серьезные вещи, которые надо сделать быстро и в короткий период. Мы будем делать государственным бюджетным учреждением. Я не исключаю, что это могут быть и города Осташков, Ржев, Кимры, Торжок. А содержание дорог мы можем отдавать коммерсантам и пусть работают, содержат наши уже отремонтированные дороги в хорошем состоянии. Но и справедливость ради надо сказать, что Москва, создав государственное бюджетное учреждение, она тоже первое время пользовалась коммерческими структурами, проводила конкурсы, также люди получали заказы, также проводили работу, потом начинались договорные взаимоотношения между теми, кто принимает эту дорогу, между теми, кто меряет технические параметры. Но на каком-то моменте они приняли для себя решение, что основные работы будут делать государственным бюджетным учреждением. Тем самым еще можно сэкономить НДС, у нас НДС 18% получается на эти работы, а когда государственное бюджетное учреждение, получается, эта работа происходит без НДС. Поэтому еще плюс можно сделать определенный объем работы, это тоже, так сказать, некое преимущество при расчетах между бюджетом и дочерним предприятием.